Легкие прозрачные конструкции из современных антивандальных материалов. 300 остановочных комплексов придут на смену старым и полуразвалившимся конструкциям на центральных улицах Сочи. На планерном совещании решали вопрос, что делать с другими остановками, теми, которые находятся в микрорайонах. Местные жители называют их отголосками перестройки. Во-первых, из-за неприглядного внешнего вида, а во-вторых, потому что в 90-е эти объекты стали бесхозными. В рамках ревизии муниципалитет насчитал их около четырех сотен. Вопрос сейчас и главам районам, и департаментам имущественных отношений, их необходимо внести в состав муниципальной собственности, в реестр муниципальной собственности. Так, Виктор Петрович, назовите мне сроки, чтобы мы... сроки или план действий, который я должен понять по срокам, когда, что произойдет. По вопросам постановки их в реестр муниципальной собственности, месяц. На планерном совещании принято решение все эти остановочные комплексы курорта капитально отремонтировать. Те, что устарели не только физически, но и морально, заменят на новые. Срок чиновникам на эти работы дан до конца октября. А вот ситуация с ливневками требует незамедлительного решения. Эта тема стала вторым вопросом повестки дня совещания. Впереди сезон дождей и благоустройство. К примеру, только в районе Адлерского вокзала вот с такой напастью гостям и жителям курорта приходится сталкиваться после каждого ливня. И таких проблемных мест в Сочи немало. Нашли взаимопонимание с мостовиком и по центральному району, и по Адлерскому району. Мостовик сейчас полностью восстанавливает поврежденные сети в районе Адлерского железнодорожного вокзала. Производят оплаты за восстановительные работы, за промывку сетей. Но такое взаимопонимание, как отметил руководитель водостока, удается найти далеко не с каждой строительной организацией. Одни просто не идут на контакт с коммунальным предприятием, другие ссылаются на отсутствие средств на восстановление испорченных ливневок. Те, кто недобросовестно что-то сделал, те, кто уничтожил что-то или перекрыл где-то, кто бы это ни был, их приглашайте, чтобы было подготовлено совещание конкретное. И мы конкретно дадим поручение. И напишем, если это надо будет, напишем на руководителя проекта, на того же Казака письмо, что вот такие-то организации повредили ливневку, но ее необходимо привести в порядок. По данным предприятия «Водосток», благодаря подготовке к Олимпийским играм, Сочи смог в большей степени решить застарелую проблему с отводом и очисткой дождевых вод с дорог и тротуаров. Только в Адлевском районе построено для ливневых стоков шесть очистных сооружений. В планах администрации запустить аналогичные комплексы в каждом районе курорта. Более того, практически на всех дорогах, которые находятся на реконструкции, заменены ливневые системы. Новые трассы ими оборудуют в обязательном порядке. Елена Всицина, телекомпания ФКТ.